Вот мы сейчас прочитали информацию, что Мелитополь это следующий этап этой войны. Как вы считаете, действительно ли ВСУ сейчас готовится активно контрнаступать именно на запорожском направлении? Запорожское направление намного обширнее, чем только направление Мелитополь. Там есть такие варианты. Дело в том, что, во-первых, генерал Залужный продемонстрировал до сегодняшнего дня способность преподносить неожиданные сюрпризы. Поэтому я бы не ограничивал только этим театром действия в перспективе развития событий. И я думаю, что если нас генерал Залужный придет, то это не в первый раз произойдет. Но если уже мы говорим про Мелитополь, то об этом говорится уже очень плохо не только в украинских сми, но и в российских пабликах. И российская сторона на том направлении принимает определенные усилия для укрепления обороны. Если же мы посмотрим на этот тяг военных действий чуть шире, то есть направление на Бердянск. И вот на том направлении, насколько мне известно, из других источников, пока что российская сторона не приняла каких-то оборонительных подготовлений. Поэтому я думаю, что здесь выбирать ваши стратегии наиболее перспективные и неожиданные для российской стороны направления. А если все-таки удастся прорваться в Мелитополь, куда потом оккупанты будут отступать? Ну вот в том-то и дело, что сложилась ситуация на сегодняшний день, натягивая этих действий, что инициатива находится у ваших стратегов, у ваших командиров. И фактически россияне находятся в позиции, где каждый последующий шаг, каким бы он ни был, у них не был, он улучшает их положение. То есть я говорил еще месяца два назад, что единственная возможность вернуть себе инициативу, там два-три месяца назад было немедленное поведение российских войск на границе 24 февраля. Это была единственная возможность вернуть себе политическую инициативу. Они эту возможность упустили, сейчас это уже, я думаю, что и инструментально невыполнимая задача. Поэтому инициатива полностью находится у вас, и любое их действие, оно лишь будет употреблять тяжелую стратегическую ситуацию, в которой они оказались. Понятно, что таким или иным способом вам удастся в ближайшее время отсечь их логистические цепочки линии снабжения и в южной группировке основной российской территории. Дальше вопрос капитуляции этой группировки будет лишь вопрос времени, вопрос потерь, учитывая, что все более и более скотченные установки дистанционного ракетно-артерийского поражения вы получаете от ваших самих партнеров, учитывая высокую точность их установок, учитывая работу вашей полевой разведки, которая предоставляет точную информацию о мишенях потенциальных, связи, казармы, командные пункты, склады с боеприпасами, вы поражаете цель очень эффективно. Я думаю, что изолированная крымская группировка, вся изолированная группировка россиян, поставленная под огневой контроль, она обречена на капитуляцию, в течение достаточно быстрого времени. Кстати сказать, в последние дни, если мы внимательно читаем сводки, опять же, из источников, то у нас все больше и больше информации, касающиеся нанесения огневого поражения по именно тем целям, которые я перечистил. Казармы, командные пункты, связи с боеприпасами, об этом опять заговорили в СМИ, практически ежедневно есть информация. Вот я бы хотела больше добавить информации, потому что российские оккупационные власти, они заявили, что якобы украинские диверсанты, они взорвали мост в Мелитополе, а также украинские удары уничтожили командный пункт 58-й общественной войской армии РФ в Мелитополе, и таким образом удалось уничтожить противника приблизительно 150 человек, а также три артиллерийские установки и 10 единиц техники. Ну и российские военкоры, так называемые, они уже начали говорить, что эти удары наших сил, они напоминают тактику, которая была перед контрнаступлением в Херсонской области. Так ли это? Раз ваши спецподразделения так споясались, я думаю, что самое время российской стороне подать жалобу на их причинство. Как это так? Они вот цель за целью, так сказать, российских войск поражают. Российские войска, это же, в общем-то, они пришли туда с цветами, с шоколадными конфетами, что же так будет. Ну, извините за такой цинизм, за мой сарказм. Вы знаете, российские СМИ, они не перестают меня поражать уровнем цинизма своего. Удивительно было бы, если ваши диверсионно-разведственные группы действовали как-то иначе. Они действуют профессионально, действуют таким образом на всем протяжении конфликта, демонстрируя высокую боевую выручку и умение выполнять боевую задачу. Конечно, они будут так действовать. Их действия будут перестарастать. Более того, если конфликт будет затягиваться, я думаю, что со временем такие действия будут автоматически переноситься на российскую территорию, где все военные объекты будут эффективной целью для действий ваших разведывательно-диверсионных подразделений. Вот, кстати, тоже мы видим, что враг учится на тактике наших сил. И примеры это операции на Харьковщине и Херсонщине. Я напомню, что особенностью было то, что операции якобы начинались одновременно, подготовка велась к наступлению, но в момент согласовывалось самое перспективное направление, чтобы таким образом вести заблуждение врага. И сейчас мы видим, что оккупанты пытаются якобы делать то же самое. С одной стороны, подобные действия происходят на севере, а с другой стороны, в Запорожье. Вот создает ли это видимость активности в этих направлениях? Как вы считаете, может ли это иметь какие-то перспективы? Ну, вы знаете, эту тактику придумали не российские войска, не ваши войска. Эта тактика в истории войн известна столетия, как различные формы отвлекающих маневров. И вообще, военное искусство – это, прежде всего, способность скрытно концентрировать силы на направлении главных ударов. И вопрос, где направление главного удара будет происходить, – это вопрос, как у нас говорят в Израиле, на миллион долларов, как правило. И для этого полевая расцветка не жалеет усилий для устранения этой истины. И во время Второй мировой войны есть масса примеров, когда удавалось или не удавалось вести врагам заблуждение на этот счет. Так что в этом отношении россияне не оригинальные. Это просто вопрос боевой выпучки. Это вопрос умения скрытно подготавливать наступательные действия. Но с боевой выпучкой у российской армии не очень хорошо обстоят дела, как показывает практика. М-м-м.